всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас у себя на канале сегодня надеюсь у нас будет все такой же ламповый часовой вложек с распаковкой разного рода железок подгонов и посылочек что же располагайтесь поудобнее ставьте чаек заваривайте пельмешки ну и все как вы любите сегодняшнюю нашу распаковочку первую в 2023 году будем начинать с посылки из города москва от михаила волкова приехала вот такая вот небольшая посылочка ко мне с деком она практически невесомая может быть килограмма три три с половиной мне нихрена блин не дали накладную все как обычно я забыл попросить чтобы не распечатали на коробке и нету но я посмотрел по трек номерам посмотрел по истории отслеживания посылочка я надеюсь я ничего не перепутал от михаила волкова из города москва пока что у нас еще ничего не приезжало поэтому давайте быстрее и распакуем вот такая вот у нас ребятки коробочка армтек это магазин интернет-магазин автозапчастей давайте будем надеяться что внутри будет письмецо хотя бы здесь все в скотче настолько сильно настолько жестко она запакована что у нас тут такое тут два каких-то ковра письмо есть все письмо у нас имеется друзья миша присылаю тебе ворсовые ковры для твоей приоры надеюсь что тебе они пригодятся и понравятся спасибо за рубрику байки никей щека это лучшее что можно слушать за рулем с уважением cover wars щетка для чистки ковров легко чистится щеткой улучшают шумоизоляцию не протираются не пропускают влагу на коврике ворс полтора сантиметра добавляют уюта в машину полностью ручная работа если нужны ковры для бмв группа вконтакте vk.com ковер . wars cover . wars вот кому будет интересно ребят я сначала подумал что это щетка для очистки от снега только такой маленькой машины знаете такая мини вариант когда у вас а к или deumatis который по сути чистить то особо и не нужно когда вас жив внедорожник конечно вот такой вот щеткой много не почистить но все понял это у нас да она такая жесткая жесткая это борс чистить дальше большое спасибо за kinder шоколад 8 порций наслаждения тут у нас тоже все выштамповано видите cover wars вот так вот он выглядит сзади раскройка под приору а так блин было бы неплохо в москвич такие ковры надо было блин я конечно понимаю что ты наверное не смог найти какие-то размеры ковриков москвичевских типа ну потому что не так просто все таки я думаю мало кто замерял в этом должен быть ковер но выглядит потрясно и чувствуется потрясно слушайте охренеть я понял не эта тема но и мне бы жалко было сейчас их давайте два распущу здесь положу как они должны а так это водительский какие его ковры его ковры ребята в прошлом его ковры это для деревенщин которые не шарит за хайп не шарит за стиль это просто шикарные вот просто шикардосные коврики я не знаю как вам передать у меня были практически такие же но не ручной работы конечно в бмв в лонговый именно оригинальные бмвш на ковры я кстати на авито потом продал мне даже купили за 2.5 тысячи рублей мне в комплекте с машиной отдавали еще осенние ковры зимние ковры и летние ковры и летние ковры были вот такие то есть они были с ворсом тут была вы штамповка бмв и окантовка была железная у ковров офигительная ковры я ими не пользовался на 66 потому что я как свинья всегда езжу даже летом я весь в грязи вообще всегда и ноги у меня всегда то в песке выходишь в гараж заходишь в гараж там день лужа где-то грязь и заносишь с собой в салон килограммы песка слушай мне жалко их эксплуатировать я не знаю не это конечно круто это просто офигенская штука на них прям блин лежать не стыдно очень приятные они на ощупь офигенские ковры но я не знаю как их класть у меня рука не поднялась бы но вот вы ребят можете в комментах написать что вы думаете по этому поводу о слушайте ни хрена си это щетка реально чистит да она работает я просто никогда ворсом не пользовался в общем ребят я даже не знаю знаете как-то во мне и дьявол с одной стороны сидит с другой ангел и они между собой спорят положить в приору не положить но я считаю как бы сейчас но весной может быть еще стоит их положить на зимой они не переживут нормально зиму сколько с ног стекает воды грязи и и у меня его ковры то все в воде то есть воды настолько много что даже его ковер не может себе и удержать она вокруг уже разливается когда многие там забыл отряхнуть допустим сел либо не было варианта их отряхнуть я пока я класть приору не буду нет без обид большое спасибо миша за такой подгон классный тема прикольная но я класть не буду сейчас это чисто просто их убить можно с тем же успехом про сейчас выйти на улицу у гаража их в лужу кинуть и ноги об них вытирать вот то точно такое же будет эксплуатация пусть лежат я сейчас их обратно скручу красиво как они лежали щетку в них засуну и отвезу в гараж будут ждать своего часа но сейчас эксплуатировать с ними машину в такие погодные условия точно не стоит до уюта они добавят непременно и в этом не сомневаюсь нисколько но блин это кощунство как по мне миша огромное тебе спасибо постараюсь не забыть оставлю ссылочку на тебя в описании вдруг кого-то подобные ковры тоже заинтересует кто-то захочет вот себе заказать миша огромное спасибо за такой годный подгон что же друзья это была вот первая посылочка она у нас открыла сегодняшний выпуск 1 до 1023 году ждем следующую будем распаковывать ну что ж дорогие друзья прошла пара тройка недель и вот у меня на столе еще две мощнейшие посылочки ну я так думаю по крайней мере одна посылочка у нас от дмитрия шорина он у нас не первый раз присылает по моему уже 3 или 4 это постоянный зритель канала и очень много раз он всякую годноту прислал которая потом пригождалась и на которую пом даже делали какие-то обзоры на основной канал меди мурк и в этот раз человек не изменяет себе он прислал посылку на 15 мать его килограмм вот с виду она небольшая ну как бы такая знаете компактная но при этом весит 15 г и 2 посылочку у нас издалека приехала из города шахты это ростовская область если я не ошибаюсь от бутерлагина николая она у нас на 5 килограмм хотя вот ведь по размеру как бы две посылки ну такой ладно наверное давайте вот эту огромную большую и очень тяжелую оставим напоследок это будет финальная сегодняшнего видоса такая царь посылка а сейчас откроем посылочку из города шахты учитывая что на еще около недели у меня здесь стоит я ждал когда приедет 2 специально не распаковывал чтобы сесть за один раз болтаю лишнее давайте приступаем к распаковке ну что ж посылочка от бутерлагина николая из города шахты давайте взорвем эту посылочку все по фэншую здесь нас встречает письмецу что конечно же очень очень хорошо добрый день или вечер михаил не знаю в какое время открываешь посылку пару лет смотрю твои каналы начал с роликов байки никейщика и пошло поехало одно из видео про blazer это ностальгия спасибо вспомнил времена учебы как друзья пили эту гадость а я ржал с них на утро от видосов гик чуть живот не порвал спасибо за тонкий юмор кто в теме железа кто понимает посылки две коробки распорядись содержимым по своему усмотрению там немного топового железо для нового видоса гик думаю все все уже соскучились по этим видео и еще кое-какое новое и не совсем также штука для данила владимировича это лежало в гараже много лет думаю все догадались что там михаил спасибо за интересные видосы желаю успехов и новых идей по скриптум также хотел передать привет сереге так серег тебе привет передают передай ему тоже завали ты пусть не отчаивается импортозамещение работает синтек наше все пост пост скриптум коробка с дека внутри новая включил проверить работает или нет больше не пользовался 13 01 2023 год с уважением николай большое спасибо за такое душевное теплое письмецо что ж ребят приступаем я тут уже вижу блин провода под сабвуфер разветвителю образный давайте я наверно вот так поступлю сейчас мы что-то вытащим вот сюда сейчас мы что-то вот сюда вытащим и будем осматривать по мере возможности а все я все понял уже ребят тут в коробке множество коробок пока что давайте осмотрим вот это первое что мне сейчас бросилось в глаза это болванки это dvdr ки как я понимаю да так сколько у нас тут раз два три 4 5 6 7 7 9 ирок и у нас сиди рви а dvdr вещь и ема но это просто видите это счастье вот сколько dvdr вещь они конечно медленно и ну дареному конек зубы не смотрят вот чуть-чуть не вовремя я там не не в укор говорю я просто не так давно даже в телеге посты писал голосовые записывал в наше время оказывается крайне сложно купить болванки если закупился уже сейчас я покажу свою коллекцию я скупил вот с запасом чтобы у меня было разного рода болванки я просто их убрал в три кейса чтобы они не валялись вот столько у меня теперь болванок не большое тебе спасибо типа у меня теперь вот еще сейчас я тоже распределю будет пополнение просто иногда какую-то банальную до простейшую вещь надо сделать винду там записать а бывает болванок нет совершенно раньше в любой магазин даже там в магнитах продавались болванки я помню что то время как бы ну как помню то время было не так давно даже там в одиннадцатом году 2012 продавались в болванки в обычных там сетевых магазинах и сейчас мне чтобы купить вот эту вот стопку которая только что показал пришлось объехать очень много разных магазинов чтобы просто найти по коробочке по одной там по две где-то залежала и какие-то валяются пыльные все ну понятно сейчас болванки это не востребованная фигня в принципе приводов то нигде нет даже современных ноутбуков упразднили привод как таковой все на флешках все в облаках все через интернет ну спасибо типа моя коллекция болванок пополнилась теперь я ими до конца жизни обеспечен писать не перезаписать спасибо николай так вот тут у нас проводочки вот это в гараж сейчас поедет это у образники под усилки под сабы это мистери это по-любому мистер и потому что а да вон написано фирменный цвет мистери это топовый автозвук то не шарит но я думаю многие не разбираются в автозвуке то есть это как вот аудиофилы некоторые покупают провода там по 200 тысяч рублей сетевые какие-то аудио провода по 500 тысяч рублей вот это мистери это тоже аудиофилии только в автомобильной именно тематике если вы автозвуком короче занимаетесь шарите то знаете что за мистери ну вот если сейчас автозвукером показать драка начнется потому что это очень качественный продукт спасибо от чем в гараж уедет дальше у нас тут джек три с половиной на тюльпанчике два sata 2 sata кабеля и айды и шлейф жирный жирный вот такой толстенный вга провод и далеко ходить не будем я уже вижу что здесь лежит это жигулевский а это девяточный низкий от низкой панели щиточек это девяточный щиток от низкой панели алкомолог сайт таких по моему пара тройка уже есть вот у меня тоже сколько было девяток в мою юность когда у меня девятка с низкой панелью было эти щитки на разборках продавали по 500 рублей ну плюс-минус так то есть вообще такая вещь была абсолютно никому не нужно все пацаны у кого были девятки с низкими панелями все старались либо еврик поставить либо высокую на худой конец но высокой очень скрипучий и никто не любил высокая постоянность дает много звуков лишних очень сильно скрипит шумит еврик ставили либо же ставили евро накладку на старой панели вот это время конечно было весело да но вот чем мне нравилась низкая панель всегда у меня было две машины с низкой панелью тем что на ней удобно разложить пиво разложить рыбку сухарики закуску и удобно печка очень хорошая неудобно а печка очень и очень жарит потому что там такая конструкция такие воздуховоды по сути печка всегда работает только там в ноги и в стекло и это очень тепло то есть у меня не было ни одной тачки с низкой панелью где было бы холодно потому что ну она так спроектирована было идеально практически на высокой панели мне не нравилось у меня было 4 машины с высокой панелью печка там работает на порядок хуже ну это так ладно воспоминания байки то завода спасибо за щиточек в коллекцию тут какая-то маленькая белая коробочка а это крепление универсальное крепление 775 136 и 1150 x и вот болтики для крепления это чтобы башни закрепить универсально если потеряли либо этот какой-то башня сейчас будем узнавать но она в любом случае пригодится даже если башни никакой сейчас наличие не будет так и здесь видеокарта похоже gtx 750 это явно не gtx 750 это видно для гиг рубрики вот это что-то типа 8 600 наверное пассивная 8 600 silent он они можно играть мы сидели на падике бухали и жестко отдыхали а потом скамом щитки с машин мы воровали я не знаю зачем я исполняю эти песни под видео карту 8 600 мне тупо все я в рот а 8 извините 8 500 silent я был крайне близок я был прям максимально близок просто сколько этого говна отвалилась на моих прям вот в моих руках знаете как врач говорю в руках которого умирали пациенты вот тоже самое сколько этого дерьмище просто умерла из-за того что какой-то придумал эту систему сайлент для этих чипов которые страдали отвалами я не знаю мне кажется вам в аду будет гореть вечность просто за вот это вот изобретение но это не видюха как вы поняли это приколюха в том что сейчас вот можно что-нибудь взять кольцо например снять и как медиатор используется это музыкальный инструмент оперативка тоже наверно это похоже да нет это 2 я думал это дырка первая сейчас будет это дыр 2 а это дыр 2 про которую я рассказывал крайне редкая нет я конечно не встречался я просто в байках пару раз про ее упоминал по 512 мегабайт да такая была это вот как я не знаю ддр 4 по 2 гига это просто дичь абсолютная понял намек намек понят и принят на какую-то отдельную коробку завести под железки для рубрики гиг раньше такое было сейчас что я обленился совсем так дальше переходник с молекса на 2 на 2 саташки дальше переходник с молекса на 2 молекса и друзья у бд сканера у меня теперь их очень много я рассказывал вам заказал тогда на алике по 190 рублей я видосик вам показывал на автозавлоге этих сканеров на распродаже у меня теперь штук 5 короче везде вожу их но гелендваген все равно такими сканерами не читается там нужно мерседесовое оборудование старое древнее по компорту работающие но обычные тазики типа приоры вообще отлично читаются им спасибо сейчас куда-нибудь положу но вот куда теперь не знаю даже каждая машина снабжена она вики можно в машину до бросить вот кстати да большое спасибо хорошая идея вики в машину брошу а надо будет читаться этим сканером без проблем потому что свежая так это мы часть коробок разобрали давайте друзья здесь я вижу какие-то журнальчики диски бог ты мой что у нас здесь что-то очень тяжелое так здесь кулер айди кулинг 120 к это без rgb а нет слушать а здесь другой кулер лежит это у нас в обе бо какой-то китайский в обе бо охрененное название в обе бо а у тебя что за система стоять а какие кулера братан это красиво все смотри а у меня в обе бо стоит чего блин ты чё не в обе бо короче но это он явно должен светиться есть по-любому статичные этот но псевдо rgb ну куда-нибудь засунем почему нет я его даже коробку не буду класть чтобы потом не перепутать про дидже 22 клипа видеография 1990-2009 обложка напечатана на обычном струйном принтере вот прям вот это самый обычный вообще струйник так печатает но это пиратка понятно и вот здесь какие клипы у нас все права защищены охраняются законом рф об авторском праве и смежных правах видеопрограмма лицензирована только для частного домашнего просмотра даже какая-то номер какой-то лицензии есть обладатель авторских прав новодиск а то новодиск пометраж пираты были поправьте мне полного диска это ну такая на 70 процентов пиратская тоже от новой диске много чего покупал игры какие-то музыку там даже от нового диска что они только не делали о боже да полиграфии на дисках даже хуже чем на моих диптонус и лада жигули что значит даже у меня еще я имею думал на моих дисках на уровне полиграфия о диск вообще как будто ни разу не вставляли посмотрите он абсолютно новый спасибо за такой музыкальный подгон акустические системы своими руками формулы ты чуть издеваешься у боже у боже я положу это поставлю на полку якобы я эксперт то есть как будто я что-то прочитал трехполосный кроссовер асмс асмр 3 modern original music organization трехполосный кроссовер персональная инструкция ох ты ж блин это да это кроссовер да а он как усилок не работает интересно вот хрен его знает это походу это когда у тебя нет процессорные магнитолы поняли прикол катя нет процессорные магнитолы и ты режешь все с вот этой вот караб чульки да это очевидно это это похоже хоть зачем зачем-то такой большой я не знаю если в нем усилок надо вот сейчас открыть инструкции не пожалеть пары тройки минут времени посмотреть имеет ли он функцию усиления так сохраняйте чек хорошо трехполосный выход широкополосный выход место установки головное устройство выход контроля магнитола нету но это это именно кроссовер как я и понял правильно у меня везде мафаны процессорные приори у меня процессор стоит в гелендвагене тоже процессор стоит но типа функции вот этой вот огромной коробки выполняет одна микросхема ну практически если это очень так сильно упростить но естественно аппарат к будет работать лучше с ней можно больше как-то поиграться и более чище настроить но это я не знаю это я кому-то передарю брат просто нереально я не настолько фанат автозвука это надо любить эту тему я люблю просто чтобы меня что-то долбило сзади то есть мне этого хватает по жизни вполне и я как бы не распыляюсь на такие мелочи как обрезка частот частоты должны играть все музыка должна не играть знаете вот я такого придерживаюсь плана такой политики но за подгон спасибо куда-нибудь ну применим ну либо дам человеку кому он реально пригодится кому он будет нужен и ребята последний у нас осталось я не доставал так ё-моё это дека строительный фен две скорости защиты от перегрева на сколько ватт а 2000 ватт 4 глаза долблюсь вот такой строительный фен дека у меня уже строительный фен декста декста кто знает кто шарит это леруа шная компания а стоп похоже все вот это мой новый фен знаете почему сейчас я вам покажу ухты у него и насадочек побольше все теперь я понял почему это мой новый фен посмотрите у него метра два три провода вот то есть им удобно будет пользоваться он тоже двухрежимный у моего декстера чертового метр провода я не знаю какой придурок какой просто выродок вот для этих инструментов придумывает метровые провода вот сколько у меня были всякие непонятные какие-то вот такие дешевые до рабочие инструменты там постоянно этот провод как будто ну не знаю 40 сантиметров было 50 вот вот досюда вот досюда и все здесь вон какой провод огромный суши но огромнейшее спасибо вот за такой подгон просто офигенский наверное вот это я сейчас себе оставлю а второй кому-нибудь передарю потому что ну вот чисто из-за метрового провода так то у меня всем устраивает этот фен типа я убрал там за 1200 рублей или рвашный и он работает уже второй или третий не второй год он работает за 1200 рублей это это была идеальная сделка что же николай большущие тебе огромнейшее тебе спасибо за эти веселые и годные подгончики от души сейчас я все это рассортирую ребят уберу и будем переходить к распаковке посылочки от дмитрия на 15 килограмм что друзья следующая посылочка дмитрия шорина из города мытищи тут целый корпус все как обычно все по классике так ну ох ты бог ты мой тут просто полна коробка посмотрите и она съедобная как я понимаю частично да и блин нормально так частично раз съедобная я бы сказал не частично наполовину так но у нас здесь есть письмецом миша привет пишет тебе димон из мытищ решил я тут вернуться к истокам и отправить и посылку в корпусе влезло немного но она почти все полезное кулек с маленькой платой стоял в гостиной подключены к телеку все рабочие просто вроде как ай-5 4570 больше ничего с прилить спойлерить не буду это тебе мой новогодний подарок большая красная коробка возможно пригодится для украшения интерьера или в металл сдашь так уж тут уж извини содержимое я утилизировал в себя в общем спасибо за контент и с наступившим 2023 годом большое спасибо дим огромнейшее спасибо что ж будем потихоньку все это добро вытаскивать здесь огромная просто сумасшедшая банка кофе на полкило до кофе а нет масса самого кофе 190 грамм ну ладно банка тут весит больше всего на с кафе gold большущие спасибо кофе на студии всегда пригодится сидишь ни хрена не делаешь кофе пьешь сигаретку за сигареткой ну у кого сидячая работа за компьютером теме не понимают и вот она та самая красная банка железная в ней был red label когда-то и видимо при перевозке при перевозке все-таки и деформировали немножечко помялся такая мягенькая red label блин я пил бывало прикольный напиток ничего не скажешь но блин я крепкая не любитель как она здесь вот тут бутылка была видимо что-то мягкое еще было скорее всего это такой подарочный красивый набор но ничего сгодится что-нибудь хранить вполне себе в гараже или здесь на студии что-нибудь не засунем так корсаровский 120 вентилятор то у нас без подсветки просто вертушка дальше vegetable noodles непонятно это что из овощей макароны овощная лапша до пшеничная мука а пшеничная мука 95 процентов овощи 3 процента картофельная мука один процент морковь один процент понятно короче это грубо говоря такие цветные макарошки в моем детстве кстати хайповая тема была люто у нас продавали вот эти макароны разных цветов там пом был красный какие-то кислотные там зеленые желтые ярко-желтые макароны были вот вот такого цвета вот такие тоже были рыжие прикольно они на вкус то были точно такими же просто с красителем но мне как ребенку прикалывала мне нравилось прямо думал что это какие-то элитарные макароны вот пусть все едят обычные а у меня будут рыжие спасибо за лапшичку все схаваем так дальше сырная острая куриная лапша куриный рамен острый еще и с сыром якобы не знаю как это на самом деле работает может там конец пакетик есть сыром отдельно выливается жареная лапша почему же а ее жаришь лишь потом надо а во как понятненько дальше лента липучка для фиксации кабелей и проводов спасибо абсолютно новые саташечки сразу вот такие 4 штучки красота я тут все немного хаотично достаю не обращайте внимание так заглушки черная глянцевая черная матовая заглушка под флопари это 2 матовых у нас стяжки нейлоновые черные и стяжки цветные для проводов хомут липучка тоже вещь прикольная удобная если кейбл менеджмент где сделать чтоб красиво было это я здесь оставлю а стяжки наверно в гараж увезу так и и и непонятно что это это юсб концентратор с зарядкой для устройств только сейчас уже вещь совершенно не актуальная потому что это как я понимаю юсб 20 но и нет он должен конечно работать надо подкинуть но скорости могут быть немножечко похуже вот такой абсолютно новый ведь никто даже не использовал флешка брелок я сначала я сейчас мог это потерять слушайте вот такой у нас здесь есть карабинчик и флешечка на ней написано sound rc и здесь какие-то платы это видюха низкопрофильные ё-моё r5 220 вот такая малявка и на выгашку тоже дополнительный разъем только не по вот сюда вставляется правда ни ключа нихрена нету ну наверное по логике вещей вот так вставляется вот такая кроха просто если будем сейчас низкопрофильную систему мелкую собирать думаю пригодится он даже ни разу никто не лазил на пломбе на 1 гиг это надо ддр 3 память хотел сказать наверно ддр 3 до на ддр 3 но хорошо что и выгашка есть hdmi и 9 цифровое у нее уже полный набор всего что нужно дальше я здесь вижу торчат разного рода продукты сладости смотрите риттер спорт лесной орех молочный шоколад только он немножечко порвался и аленка молочный шоколад так чанжан мён ухты здесь у нас зайчик с котом тоже немного их покоцало натуральный шоколад гост вот такой зайчик с котом я даже не заметил сначала так больше ничего здесь нет а есть медаль медаль император и самодержавец всероссийский александр 1 красота первая медаль моей жизни так что у нас дальше дальше доширак квести красненький с говядиной или свинина стоп так по моему это говядина да вкус говядины и вот еще один одна еда ребят посылки просто так здесь коробчулька какая-то еще одна медаль 1 рубль 1 рубль это монета даже не медаль ребят это у нас монетка красота и тут еда притаилась вы можете себе представить везде все утрамбовано все просто завалено жракой еще одну медальку нашел она провалилась в корпус сейчас я ее подтяну достану я не дам ей там остаться вот такая еще одна медалька с дедом морозом еще одна лапша рамен и куча сладостей друзья вот такая куча сладостей короче у меня теперь здесь на студии к чаю и кофе просто невероятно огромное количество так скажем закус так и что-то запаковано вот так это жесткий диск на 500 гигабайт ноутбуч на еще и 7200 шумную на она прямо такие мама не горюй а тут притаилась еще вот такая острая булдак называется это название булдак вдвойне острее и сова красная нарисована с бомбой булдак блин что-то я побаиваюсь на самом деле булдак есть короче это видно дичи дичайшую просто острая фигня друзья если кто-нибудь когда-нибудь купится этот булдак острый решит его попробовать не повторяйте моих ошибок я ради интереса ради прикола его запарил добавил него эту субстанцию которая там идет как соус и я просто охренел сколько бы я за свою жизнь не ел острого какие только миксы из острых соусов аджики прочего хлопению я не делал но с вот этой похлебки я сначала покраснел как рак потом я сжег нахрен слизистую языка у меня произошла анемия языка потом мне разложила нос потом я начал отхаркиваться своими вот этими никотиновыми залежами то есть эта жиротва настолько пробила у меня даже ушла так скажем вдыхательную систему я начал кашлять какой-то слизью никотиновой вот этой коричневой но это еще пол беды через минут пять-десять после того как я перестал это есть я съел максимум треть наверное без бульона я ел потом я начал просто плакать как девчонка потому что это было дико остро и это было невыносимо слезы текли рекой это не жрачка это какая-то адская хрень я не знаю кто смог бы съесть за один присест вот такой пакет так здесь что-то вот так вот очень 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 аккуратно убрано а по еще медалька еще с дедом морозом 1 сейчас буду вот это вот распаковывать так все я вспомнил из записки что это у нас это у нас ребята плата на 1 50 похож да 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 и сзади нее что-то лежит диска а это от нее же диск с драйверами и заглушка есть прям полный компьютер по сути h81 m vg4 вот такая крохотулька с а и 5 блин неплохо и видимо ребята видеокарта и жесткий диск тоже скорее всего прямо отсюда то что она прям сюда так и просится то есть вот такая компоновка низкопрофильная видеокарта у нас оперативка стоит на на них рена себе а нет это 8 я думал это одной одной планкой на 16 это 8 гиговая оперативка стоит corsair vengeance 8 гигов гиговая видюха на dr3 и ай 5 вот так это видимо и работало и винчестер на 500 гигов тоже маленький ноутбучный 7200 оборотов чтобы не терпеть лаги подгрузы и так далее вот огромное спасибо целый блин компьютер и здесь у нас от передней панели кнопки корпусные так мы уже близимся к финалу ребятки здесь дюбеля вот такие это крючки что что-то вешать и целый набор не буду сейчас разрезать саташных розовых классических кабелей так из всего у нас остался только сам компьютер и вот эта коробка которую я еще не открывал что в ней я не знаю сама коробка от samsung galaxy tab 3 блин тут что samsung galaxy tab 3 да да ну нахрен и он даже не разбился по дороге с полным набором с зарядкой с блочком вот такая вот история дохренеть я даже не знаю какой на нем android какой год 2013 наверно 2014 планшет сейчас попробуем посмотреть возможно у нас гарантийный талон есть с датой 13 год это конец тринадцатого года 31 декабря 2013 года 17 тысяч 600 рублей охренеть мне кажется у него официально он до андроида на на 5 где-то обновлялся он еще из 3g с экспортом до полный фарш это вам не apple тех лет все-таки яблоки ну блин айпады были плавные конечно прикольные но столь столькими функциями не обладали ладно чего я хотел я тут тыкву стою как идиот на что я рассчитываю собственно говоря естественно сколько он на морозе лежал ну сколько посылка сейчас на морозе там машине лежала сколько вздеки везли а это 4g еще йома 4g посмотрите я даже не обратил внимание сначала не посмотрел вот такой вот самсунговский galaxy tab 3 большое спасибо но тоже я скорее всего просто передарю кому-нибудь его потому что но мне некуда я вообще к планшетным компьютером но относился всегда скептически никогда не пользовался ну вернее пользовался но мне никогда не нравилось я не понимал вообще в чем удовольствие и если уж нужно что-то мобильное то телефону смартфон он заменяет вполне планшет с большой диагональю тогда конечно тринадцатом году таких телефонов со прям огромными экранами не было но и сама актуальность все-таки его я думаю там android 5.1 какой-нибудь сейчас финальный без кастомов без всего вот и на сколько гиг оперативки 2 ладно это сейчас наговорю конечно чушь и сейчас меня любители самсунга с потрохами сидят скажет как ты мог оскорбить божество я просто передарю кому-нибудь кому он действительно будет нужен но зарядить сначала надо проверить вообще включится ли он и дорогие друзья все теперь финал очка можно наконец-то можно уже можно последним сегодняшней распаковочке будет компьютер сам сам целый комп тут у нас мать м2 n68 а м плюс это им в м2 плюс пункт сокет если я не ошибаюсь фокс коновский блок питания на 400 ватт ну и все еще запрос сейчас залезем глянем аккуратненько главное не он не прикипел таскай главное чтобы не прикипел не все нормально атлон 2 а им 3 высоки то то есть bios здесь прошивается и эта система эта мать извините умеет работать с процессорами m3 высоки то так как какое-то у нас второй атлон то у нас 250 но такой самый типовой то есть очень 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 много где встречался этот процессор встречается даже до сих пор в принципе на нем на m3 досках где ddr3 оперативка можно до сих пор сидеть и жить и что самое главное мне как раз сейчас нужен корпус для одной из сборки интересно я там заказал кое-какую железку достаточно редкую по которой я не закрыл вопросы еще в далеком 2017 году когда снимал для вас ролики и я купил интересную эту железяку ну как интересно это уже будет вторично потому что на моем канале такое видео было но я думаю многие не смотрели видосы пяти там шестилетней давности поэтому для них они откроются что-то новое ну и плюс сейчас таки бы качество контента чуть подросло съемка там язык более подвешен хоть какой-то сценарий базовый есть да там оглавление хотя бы какие-то темы все это расчерчено и видео делаются 100 я стараюсь делать видео именно по таким вот ступенькам так скажем что ж корпус прям реально вот идеально для той сборки которую я планирую он будет прям максимально аутентик аутентичный что ждем и огромнейшее тебе спасибо за такое количество подгонов в особенности съедобных подгонов огромнейшая моя благодарность теперь будет под что попить чаек кофеек здесь на студийке но дошираки тут есть не буду у меня тут тарелок то даже нет это я домой унесу я обычно если уж рута без специй потому что потом днище так срывает простите за подробности если они слишком вульгарно но у меня уже организм не тот желудок не тот и даже если я вот такой обычный говяжий квестисе заварю тут просто я не знаю термоядерная вот это вот приправа пердак рвет в течение пары часов поэтому я вот подобную лапшу если ем когда лень вообще там жрать нечего дома лень выходить просто на улицу я я мое ну там одну пятую этой приправы добавляю чтобы хоть какой-то вкус был ну и макарончики надо будет попробовать это конечно класс я знаю что до сих пор где-то в магазинах типа больших глобуса окей продают цветные макароны ну почему-то я так ни разу и не покупала тут раз уж подарили значит это судьба дима огромнейшее тебе спасибо ну и друзья вам огромнейшее спасибо за то что сегодняшний видосик очередной посмотрели не забывайте поставить лайк не забывайте написать любой свой комментарий и конечно же увидимся с вами очень скоро на этом и на основном моем канале давайте ребята лайки подписочки комментарии с вами был murk надолго не прощаюсь скоро увидимся